Привет! Еще вчера он подарил вам цветы, устроил романтический ужин и все было так прекрасно и многообещающе. А сегодня собрал вещи и ушел. И у вас в голове застрял только один вопрос. Почему? Подобная ситуация может быть в любых отношениях, как длительных, так и только начинающихся. В чем же главная ошибка женщины в общении с мужчиной? Нет такого, что вот я такая хорошая, а он вот такой сякой, он ушел от меня. Значит, есть какая-то вина из женщины. Надо только в этом разобраться. Начало отношений. Вы познакомились и несколько раз сходили на свидание. Все было замечательно, вы почувствовали симпатию, но через несколько дней он исчезает, перестает отвечать на звонки. Что произошло? Обрадовавшись, что вот у вас теперь есть молодой человек, вы проявили чрезмерную навязчивость. Постоянно ему звонили, просили о встрече с ним, на свидание говорили только о себе или сплетничали о своих подругах и бывших ухажерах. Вы лишили его свободы. Мужчины, знакомясь с женщинами, испытывают страх, что она попытается заполнить собой все его время, и у него не останется времени на друзей, на футбол, да просто на себя. Многие женщины не понимают, почему на их предложении провести вместе выходные мужчины находят отговорки. Настаивая часто на совместном проведении досуга, вы рискуете вспугнуть мужчину, и он просто исчезнет. Что делать, чтобы не допустить этого? Во-первых, в первую очередь, когда женщина рассматривает своего спутника как мужа потенциального, она должна понимать его ценности, в первую очередь, совпадают ли его ценности с ее ценностями, понимать его интересы, чем он увлекается, чтобы опять-таки она могла понимать, смогу ли я разделять его интересы или я не могу с этим мириться. Несколько лет совместной жизни. У вас нормальная семья, стабильные отношения, порой бывают и ссоры, но это не гарантирует того, что в один момент ваш любимый закроет за собой дверь и исчезнет. Почему это происходит? Рассмотрим основные причины. Все для тебя, любимого. Данный тип женщин полностью растворяется в мужчине и живет только его жизнью. Они жертвуют собой, своей карьерой, их жизнь наполнена чувством обиды, их недооценили. В итоге мужчина начинает испытывать вину за вашу погубленную жизнь и все ради него. Согласитесь, с таким чувством жить трудно, поэтому мужчина уходит. Женские истерики. Практически все мужчины боятся женских истерик. В начале, когда отношения только развиваются, это, возможно, добавляет экстрима в отношениях, но со временем жизнь, как на вулкане, не зная, когда она рванет, станет невыносимой. Карьера. В вашей жизни карьера на первом месте, а потом семья и все остальное. Вы много работаете и хотите много успеть. Уделяя все свое время работе, вы упускаете возможность устроить себе личную жизнь. Но только ли виноваты женщины? И все же, когда заканчивается отношение, виновата не только женщина. Встречаются такие типы мужчин, которые даже идеальная женщина не может долго терпеть. Хотя встречаются мужчины, для которых отношения с женщиной находятся на энном месте, а в начале списка стоит работа, бизнес, деньги, друзья, чисто потребительское отношение к женщине. И вряд ли такое можно долго терпеть или придумать способ, как удержать такого мужчину? Что сделать, чтобы не допустить роковых ошибок и разрыва отношений к женщине? Во-первых, начать понимать мужчину. потребность мужчины в чем? Чтобы его уважали. Чтобы его уважали. И, как ни странно, мужчина тоже очень хочет, чтобы его хвалили, чтобы им восхищались. Если эта женщина не делает этого, он ищет на стороне, кто бы им восхищался и кто бы его хвалил. Поэтому дорогим женщинам нужно понимать, что даже если он там где-то прикрутил винтик в розеточке, нужно его похвалить. И причем похвалить так, чтобы он как-то, да, подумал, да, я таки могу, я таки действительно молодец. Статей и заметок о причине мужского ухода вы найдете массу. В глянцевых журналах на страницах интернета вам предложат тысячу и один способ, как приручить, заинтересовать, удержать и сохранить отношения с мужчиной. И женщина готова на все, главное, чтобы он был рядом. Или лучше пусть идет на все четыре стороны. А когда ему надоест одиночество, он откроет для себя интернет и начнет искать способы, как заинтересовать и удержать женщину. Но я знаю лучший способ. Каждый человек хочет быть счастливым, но не каждый знает, что главный источник счастья это Бог. Задумайтесь. С вами была рубрика Аксиома любви и ее ведущая Алена. Пока-пока!